Обустройство детских площадок, организация капитального ремонта в многоквартирных домах, решение вопросов в ЖКХ. Это лишь небольшая часть вопросов, с которыми обращаются к депутатам городского собрания. Александр Андреев встретился с жителями своего избирательного округа в стенах 29-й школы и обсудил актуальные для них вопросы. Александр Андреев старается заботиться о жителях своего избирательного округа. Например, в 2004 году он учредил стипендии отличникам учебы и до сих пор продолжает их выплачивать. Организуют интересные выезды для детей. Недавно ученики 29-й школы побывали на маслосырбазе, где для школьников провели экскурсию и угостили мороженым. Район, опять повторюсь, к сожалению, наверное, у нас сложный. Очень много неполных семей, очень много, скажем так, детей, которые в трудной жизненной ситуации оказываются. И поэтому, когда Виктор Ильич меня всегда просит помочь с питанием детям таким, кто попал в трудную ситуацию, я всегда стараюсь это делать. Александр Андреев – председатель комиссии по развитию территории города и градостроительства. Принимает жителей в городадминистрации общественной приемной Дмитрия Медведева. Ни одно обращение граждан он старается не оставить без внимания. Половина из них решаются положительно. Основные вопросы, которые беспокоят жителей, касаются сферы ЖКХ, ремонта домов, качества обслуживания управляющих компаний. И эта встреча не обошлась без наболевшего вопроса. Мы сделали запросы водоканала. И нам представили отчеты, что у нас управляющая компания «Вертикаль» не со всеми арендаторами вообще заключала договоры. Первое. Второе. Не все арендаторы заключили договоры с водоканалом. Значит, какие-то деньги отсъедают в управляющей компании. Третье. Водоканал нам в ответе представила свои показания общедомовых приборов учета. Эти показания не соответствуют с теми показаниями, которые указаны в квитанциях. Следующую встречу договорились провести совместно с представителями управляющих компаний.